Сегодня считается, что Land Rover это символ роскоши. Но не всегда дело было это так. Взять к примеру 1966 год. Тогда инженер Спен Кинг и Гордон Бэшворд приступили к разработке нового прототипа. Поплюхавшись три года, получили таки модель, которая без изменений в базе выпускалась аж 26 годков. Естественно, ни о какой роже, кожи и всех делах первоначально речи не велось, так как машину можно было мыть как снаружи, так и внутри обыкновенным шлангом с водой. Потому как небедные английские фермеры, перевозя дорогущих тонкорунных овец, должны были иногда выливающиеся экскременты убирать. Не с дорогих ковров. Все это началось позже. Строительство на сверхнадежной базе комфортного, полноразмерного, люксового, спортивного, утилитарного транспортного средства. Который, кстати, до 1987 года поставлялся в Штаты только в серую. Ну, Defender отличился еще более. Его в Штаты стало возможным завозить только в 1993. Ну, а чем отличилась третья, эта серия? Дело в том, что к легенде она не имеет никакого отношения. Она базируется на платформе Discovery. И единственное преимущество по отношению к другим, так это стойкая дизайнерская привязка к формам, которые традиционно меняются не ранее, как раз в 10 лет. Да, есть еще кое-что. Это третье поколение сменило четырех владельцев. Сначала чисто британские хозяева продали его BMW. Затем те с перепугу подарив движки продали его Ford. Ну и кризис 2008 слил это творение китайским хозяевам. И получился самый шикарный китайский автомобиль, по-прежнему собираемый в Англии. Вот такая история этой марки. И напоследок заметим. Пальма первенства самого ненадежного Сюва в мире принадлежит именно Range Rover во всех его ипостасях.